Уважаемые коллеги, тема моего доклада достаточно дипломатично выражена. Если сказать попрямо, то в данном случае я хочу уделить внимание роли разведки в победах военной дипломатии Советского Союза и Великобритании в годы Второй мировой войны. Достаточно известный факт, что сотрудничество между спецслужбами Советского Союза и Великобритании распространялось не только на Германию, но и на другие регионы мира. Если судить по архивным документам, которые мне удалось изучить, самым эффективным это сотрудничество было в Афганистане в годы Великой Отечественной войны. Вот тут как раз в день юбилея, 100-летнего юбилея службы внешней разведки следует сказать, что главную роль в разгроме фашистской агентуры в Афганистане и нейтрализации антисоветской деятельности в этой стране сыграла именно служба внешней разведки. И резидент этой службы, легендарный советский разведчик Аллахвердов Михаил Александрович сыграл огромную роль и в срыве планов фашистской Германии в этой стране, и в срыве планов о покушении на Большую Тройку в Тегеране. Но Иран это не моя сфера, в этом я сосредоточусь на Афганистане. Сотрудничество между советскими и британскими спецслужбами, оно было ускорено благодаря таким же событиям в Афганистане и в Иране летом 41-го года. В августе это сотрудничество было заключено, но в Афганистане оно в полную силу вступило только с весны 42-го года, когда возникла реальная угроза выхода войск фашистской Германии в страны Ближнего Востока. Вот тут следует сказать несколько особенностей этого сотрудничества. Так как внешняя разведка СССР обеспечивала прежде всего военную дипломатию Советского Союза в странах Среднего Востока, то главное, что главные сюжеты вот этого состояния спецслужб, они смещаются из Афганистана в Лондон и Москву. Поэтому, если говорить о любой акции Советского Союза или Великобритании, в Иране и в других восточных странах, то следует учитывать, что сперва это все решалось между Молотовым и британским посланником Кером в Москве. Кстати, Кер – кадровый разведчик. Это неплохо обыграно в таком кинофильме, как «17 мгновений весны» у Ивана Семенова. Вот. И дальше. И все это решалось между Идоном и Майским в Лондоне в первую очередь. Дело в том, что британские дипломаты, в том числе в Кабуле, они пользовались большей самостоятельностью. И они никак не могли взять в толк, что даже наш посол в Афганистане не имеет права сказать ни одного слова и не предпринять ни одного шага без прямого указания Молотова, который до 1943 года курировал все дела в Афганистане, включая совместную разведоперацию британских и советских спецслужб в этой стране. Дальше. Обе стороны, как британские, так и советские в Афганистане, не доверяли друг другу. Более того, в иных случаях встречались попытки установить контроль над агентурой друг друга. В чем сказывались вот как раз рецидивы яростного противостояния Великобритании и Советской России на Среднем Востоке, да и вообще Британской империи, Российской империи. В связи с этим следует сказать, что большая игра на Среднем Востоке, она вообще невозможна без деятельности спецслужб. В итоге, деятельность спецслужб на Среднем Востоке после появления Коминтерна обогатилась еще одной спецслужбой, и это сыграло очень положительную роль в Великую Отечественную войну. Потому что, как потом выяснилось, представитель Коминтерна в Северо-Западной Индии Рахмат Хан, он способствовал тому, что он оказался резидентом итальянской разведки, он оказался резидентом германской разведки, но как только Гитлер напал на Советский Союз, он оказался, он сообщил, что не будет сотрудничать со странами ОСИ и фактически стал двойным агентом, который работал уже на Советский Союз. Как таковая разведка Коминтерна ушла на задний план, и в итоге служба внешней разведки провела в Афганистане одну из своих успешных операций по нейтрализации деятельности Аббера. Более того, Аббер даже стал финансировать деятельность советской разведки в Афганистане. Вот тут встает вопрос, как использовалась разведывательная информация в дипломатах, какая была схема, кроме Лондона. И чтобы понять, какая эта схема была и как она действовала, самый наглядный пример – это марш советско-британский в летом 1943 года в Кабуле. Вот это уже у советской страны было достаточно информации, но инициативу, как всегда, мы первыми не проявляли. И на этот раз инициативу проявили британские коллеги, которые были обеспокоены тем, что с февраля этого года четко наметилась тенденция объединения северного и южного направления в работе Аббера в Афганистане. Что именно? Одни и те же организации, и советские в данном случае организации в Афганистане, использовались как против Британской Индии, так и против советских среднеазиатских республик. Вот когда в феврале 1943 года английская разведка уже имела на руках прихваченные документы о готовящемся мятеже в Базилистане, о готовящемся походе, так называемом походе на Бухару, вот тогда вступила в действие уже дипломатические каналы. И вот эта, как говорится, развединформация стала базовой для совместных шагов советской и британской военной дипломатии в Кабуле. 14 мая 1943 года советское посольство посетил секретарь британской дипмиссии и сообщил, что в ближайшие дни английский посланник Уайли посетит афганского премьер-министра и выразит ему настоятельные рекомендации по аресту. Дальше там были списки, дальше была рекомендация ограничить финансирование посоль в стран АСИ. И таким образом британская сторона предупредила о своих действиях советской. На следующий день, что лишний раз показывает, как это все было согласовано, то есть 15 мая 1943 года, английский посол Керн вручил молотову памятную записку, в которой сообщил советскому правительству о готовящемся походе на Бухару. Одновременно он заявил, что одни и те же люди используются как против советской власти в Бухаре, так и для связи с лидером мятежных пустунских времен Факиром Изыпи. После этого Кер заявил, что правительство Великобритании намерено требовать высылки германских разведчиков Италии и Германии из Афганистана. Далее выдворение четырех японских граждан из Кандагара. Поначалу на них не обратили внимания, потом выяснилось, что все-таки работают на ключе, то есть используют достаточно хитроумный канал связи. Если бы они напрямую пытались связаться с Токио, у них бы ничего не получилось. Но если японская лодка входила в Кульсивский залив, всплывала, тогда получалось возможным держать радиосвязь между Кандагаром и японской подлодкой. Вот таким образом они поддерживали радиосвязь. Как только это было засечено, Великобритания сразу же потребовала высылки японских агентов из Южного Афганистана. Ну и третье требование, как я уже говорил, это ограничение финансирования германского посольства. Прежде всего, британская сторона хотела, чтобы афганское правительство как можно меньше подавало валюты посольствам этих стран. Так вот, 19 мая 1943 года Молотов дал свое согласие на совместный демарш в Кабуле. После этого, 21 мая, британская сторона передала поверенному делам СССР Самыловскому, дело в том, что советский посол Михайлов в это время находился в Москве, копии прихваченных писем, фотокопии, достаточно на арабском языке часть была, но англичане приложили переводы, они приложили докладные записки как на русском, так и на британских языках. И вот эти документы должны были подвигнуть советское посольство на совместные действия с британской миссией в Кабуле. Дальше срабатывает, ну так бы сказать, механизм замедления. Наше посольство всегда с опозданием получало информацию. Сказывалась вот эта жесткая централизация, которую вел Молотов. Он говорил, что мы дипломатии послов ликвидировали, чтобы была дипломатия только центр. Поэтому информацию о согласии Москвы на тот или иной шаг в Великобритании и в Кабуле советское посольство в первую очередь получало из бесед с английскими дипломатами. Это прекрасно они поняли, и поэтому визиты британского посланника Уайли, его секретаря Конора Грина в советское посольство были регулярными. Так, 24 мая 1943 года Уайли посетил советское посольство и сообщил о согласии Москвы на совместный демарш. Самоловский в тот момент еще ничего не знал. 26 мая британский посланник Уайли встретился с афганским премьер-министром и потребовало от него ареста трех агентов Абгара в городе Хости, как раз неофициальная столица в афганской части зоны пуштунских племен в Афганистане. Среди этих агентов были люди, которые привезли из Ирана значительную часть средств для финансирования антибританской деятельности вот в этой зоне пуштунских племен, а также были некоторые религиозные авторитеты. Поэтому Хашимхан, вот в связи с тем, что арест приятельных духовных лиц может вызвать мятеж среди граничных пуштунских племен, категорически отказал британскому посланнику в аресте этих трех лиц. Официальный ответ. Афганская сторона обещала дать в течение семи дней. По совместной договоренности между советско-британскими миссиями, советская сторона вот в эти семь дней никаких шагов не предпринимала. Ждали реакции афганского правительства. Во время этого ожидания, 29 мая, советское посольство получило в устной форме. Англичане не любили лишний раз предоставлять документы, поэтому и с афганцами общались в устной форме, и с нам предоставляли подзапись, причем на записи этой беседы требовалось разрешение британских дипломатов, а не новые сведения о тех арестах, которые Хашимхан после уже первого демарша англичан стал проводить в северном Афганистане, а не в зоне пуштунских племен. Вот эти сведения, они, конечно, были ценными, но следует сказать, что британская разведка снабжала советскую сторону всегда достоверной, но запоздалой информацией. То есть этой информацией уже воспользоваться было очень сложно. Она подтверждала или не подтверждала ту или иную информацию. Ущерба сотрудничеству, ущерба советской деятельности в Афганистане, это не наносило по одной простой причине. У советской стороны было достаточно сведений о деятельности немецкой разведки в Афганистане, благодаря тому, что Рахмат Хан во время каждого визита в Кабул, он постоянно встречался с тем же Алакфердовым, он передавал ему необходимые сведения, он передавал ему те рации, которые передавала ему немецкая сторона, он передавал средства и так далее, и так далее, и так далее. Вот козырем, который мог послужить в будущем Демарше, было тоже одно из писем, переданное Рахмат Ханом Алакфердову. Это письмо одного из лидеров басмачества Курширмату в германское посольство, в котором сообщалось, что басмачество Северного Афганистана в 43-м году хочет осуществить поход на Бухару. Так что те сведения, которые передавали англичане, они на деятельность советского посольства большого влияния не оказывали, но они служили как бы доказательством союзнических отношений между двумя странами. Новый виток подготовки Демарша в Кабуле наступил с 1 июня 1943 года. Дело в том, что в этот день в Кабул прибыл, вернулся из Москвы посол Михайлов. Он был в курсе всей информации. Это был гражданский дипломат, но в годы Великой Отечественной войны он фактически выполнял главную роль посредника между китайскими и советскими спецслужбами. Он же эту информацию использовал для защиты интересов Советского Союза в Афганистане. То есть все ноты, которые он составлял, все документы, которые он готовил в центре, они использовались с привлечением информации, так называемой, ближних соседей, то есть службы внешней разведки. Уже 2 июня Михайлов сразу же посетил британское посольство, потому что затянулось. Британцы дали раз информацию, дали два, советская сторона молчит. Самоловский ничего не мог дать. Так вот 2 июня он посетил британское посольство и сообщил своим британским коллегам в общих чертах, что он хочет изложить в ноте, которую он собирается предъявить к афганскому министру Хашимхану. Хашимхан назначил встречу советскому послу на 8 июня. Перед самой этой встречей посол доехал в английское посольство и лишний раз, как говорится, проконсультировался с англичанами. Англичан очень боялись за ситуацию в Афганистане и в том числе в северо-западной Индии, поэтому они вежливо попросили со всеми дипломатическими тонкостями, чтобы Советский Союз советовал, а не требовал от Афганистана удворения немецких разведчиков и ареста немецких агентов в этой стране. Эти просьбы английских союзников были учтены, а также была еще одна просьба учтена. Из своего документа, который он потом предъявит Хашимхану, Михайлов удалил абзац, в котором говорилось о совместных действиях Великобритании и Советского Союза в Афганистане. То есть, как бы Англия старалась держаться сама по себе и не связывать себя тесными с отношениями с Советским Союзом. Как потом покажут события, это было ошибкой. Так вот, 8 июня советский посол был принят Хашимханом, где вручил ему, кстати, против его воли, наставил ему на столе эту ноту протеста, и изложил основные требования советской стороны об аресте немецкой агентуры, основные факты и 50 список на 51 человек. У англичан было три списка, у нас был один. Вот после этого английское и британское посольства стали ждать результатов. Однако Хашимхан категорически отказывал так и советской стороне, так и британской стороне о высылке своих агентов. Вот тут англичане поняли, что они напрасно дистанцировались от требований советской стороны, и 12 июня 43-го года британский посланник Уали вновь посетил советское посольство и заявил, что без советской помощи Великобритания в Афганистане ничего сделать не может. Причем фактически посланник отказывался от ожидания результатов по этому демаршу и предлагал готовиться к новому. Но Михайлов, может быть, лучше понимая ситуацию, а может быть у него была какая-то дополнительная информация, надо сказать, что дипломатический шифр, афганский дипломатический шифр, государственный шифр, которым было вещание между Кабулом и провинциями, тоже наши контролировали, тоже расшифровывали, и радиоразведка сыграла большую роль в срыве планов гитлеровской Германии в Афганистане. 12 июня 1943 года посланник Уайли попросил буквально помощи у нашего посла Михайлова о совместном демарше. Михайлов, наверное, более чутко понимавший ситуацию, которая сложилась, предложил ждать указания из Лондона и Берлина. Извините, из Лондона и Москвы. В этот момент начинается традиционная для Афганистана война нервов. То есть кто кого пересидит. Предполагаю, что опять было использовано радиовещание на Афганистан. Предполагаю, что были какие-то каналы воздействия на того же Хашимхана. Он говорит, какие еще нужны были каналы, если всю Вторую мировую войну Англия платила Хашимхану и переводила на его счет в индийских банки более 20 миллионов афгантов. Тем не менее, что-то там еще было задействовано. В итоге, в конце июня, все-таки Хашимхан согласился на высылку итальянских и немецких разведчиков с дипломатическими паспортами из Афганистана. И в сентябре 43-го года они были высланы. Тут следует сказать, что мы говорим о деятельности стран АСИ. Но они-то сотрудничали с бело-эмигрантскими, как тогда писалось в документах, организациями. То есть с организацией ФААЛ, Энджемен де Бухари. В итоге, что получается? А как эти организации? Так вот, то утверждение, что эти организации были разгромлены, оно ошибочно. Дело в том, что эти организации были реализованы, обезглавлены. Но более тысячи членов этой организации, только вот тот же ФААЛ, они еще действовали в Афганистане. Но без руководства уже ничего предпринять не могли. Вот таким образом, с минимальными затратами, в Афганистан мог поглотить огромные и финансовые средства. И отвлечь огромное количество войск. Например, англичане против Акира Ипы всю Вторую мировую войну 40 тысяч держали. Что же было бы, если бы состоялся этот поход на Бухару? Нам бы тоже пришлось отвлекать воинские подразделения с Восточного фронта, иначе с ними не справиться. Более 30 тысяч готовилось к нападению. Так вот, с минимальными, так сказать, средствами были достигнуты крупные результаты, которые сорвали, в результате которых были сорваны планы немецких спецслужб на Среднем Востоке. И одновременно обеспечена безопасность стратегического тыла Великобритании и Советского Союза. Благодарю за внимание. У меня все. Благодарю за внимание.